Продолжение следует Один из поэтов, которого, как мне кажется, всегда, ну, достаточно часто понимали, но вполне правильно, был уже покойный Владимир Уффленд. Уффленд, писавший в 70-х всяких шуточные стихотворные письма, посвящение и так далее, воспринимался из-за этого как некий смехач. И я помню, как ко мне попала его книжка, по-моему, единственные издания. И я был удивлен тем, насколько это впечатление не соответствует моему. Но такое же ощущение у меня всегда было от восприятия Михаила Зовченко, этого великого и жуткого писателя, которого почему-то все воспринимают как писатели, ну, многие люди, достаточно писатели юмористического никогда не могли понять. Я прошу прощения у дам, стихотворение, которое я сейчас прочту, содержит много приличных слов, но оно, это такая беседа между правоверным, мулой, пророком и Аллахом. Поскольку беседа достаточно эмоциональная, да, то там встречаются всякие такие слова, которые некоторые люди употребляют в эмоциональной беседе, но и не только люди. Называется это «Подражание Салмаму Ружде. Новые кавказские ссоры». Правоверный. Не понимаю, почему армяне сбежали из Баку быстрее Лани. Придется ехать самому Степана Керт, ловить армяна, делать ему смерть. Млад, покинуть солнечный Баку? Скакать в холодный коробах? С кинжалом вместо шашлыка в зубах? Благословить я твой поступок не могу. Правоверный. Вином и шашлыками из свинины Твой разум помутили армянины. Ты сам армяном стал от жопы до мурла. Плохой и черный, ты мне больше не мурла. Мухаммед, покинуть солнечное место на базаре, Когда сезон, когда же дым разграрит, Назвав мулу плохим и черно-жопом, Ты отправляешься по каменистым тропам Армян торговли не бросающих ловить. Я не могу тебя благословить. Я заклинаю, что тому позор, Кто отправляется не на базар, Захлопнув дверь квартиры или сакли. Все, мои следствия убеждений иссякли. Правоверный. Ты потерял наш вид, кавказский гордый, И стал лицом национальности негодной. Ты не даешь мне вдоволь жать курок, Собака, ты мне больше не пророк. Аллах. Окинуть стой солнечный рай под луной, Купить автомат и дрожать всей спиной, И мысли, что снайпер армянский быть может, Тебя под ближайшей горой ничтой. Оставить юных жен и мать-старуху, От них смотреть в тоске по виде купорного, Собакой назвать на прощание пророк. Ты плод заблуждений, ища где порог. Удачи тебе не пошуя в делах. Ничтожно. Я больше тебе не Аллах. Праверный. Не нужен мне такой Аллах. Не любит он свинтовку скакать в горах. А любит, чтобы правоверных и неверных Не возникало обсуждений откровенных. Поеду с горя я в долине, Продам канистру спирта неверному славянину, А он продаст мне грузовик ракет, Чтобы было чем-то освобождение Степана Керт. Я тоже степень, который я очень люблю. Тоже Владимир Рофрендер. Начальник хора и оркестра русских народных инструментов. Спросил я гармониста Моню. Хаймович, что с твоей гармонией? Она рыдает, стонет, плачет. Скажи мне, что все это значит? Гармонист. Оттого грустит трехрядко, Что в России нет порядка. Русский гармонист Хаймович Выражает свою горечь. Изменила моя фира, Не гуляя по Авера, Увес ее евреи Аж за три девяти мари. Слезы копут из глаз Прямо в чешский унитаз, Который грудью поддавив Не дал за братья в Тель-Авиве. Представляете, кого было в девяносном году что-то здесь. Интересно, что я всегда удивлялся тому, Что так же, как в музыке. Есть какая-то группа, Которая есть мои любимые вещи. Но этих вещей три. Слушать все остальное я просто не могу. Так же есть поэты, Стихи которых мои любимые стихи. Эти стихи там два или одно. Все остальные просто не способны читать. Была замечательная поэтесса Ленинградская Лена Шварц, Которую я тоже, к сожалению, Просто не могу читать. Но несколько есть твердей, Мои любимые. Вот одна из них. Осенний человек Трепещут листья. Осенний человек Вздыхают грозди, Когда срезают их ножом Кривым наутмыш, Когда целуют пятки, Что их давят. Я вижу, что земля уже созрела, Она уже виловым соком прыжет. Все языки Господь наш понимает. Из ягоды шепчал, Он все слышит. Сквозь кожицу меня Он различает. Пора, пора пролиться Алым соком. Пора, пора бродить В дубовой бочке. Пора, пора созревшему Вдовильню. Пора, пора плескаться В медной бочке. И мне, Созданию темному, земному, Из мякоти И косточек, И яда. Я выросла на сердце винограда, На слабом, Скользком сердце винограда. Настала осень На земле и вышнка. И потому подземный голос слышно. Ах, выверни мешок, Чтоб я очнулась. Ах, выверни мешок, Чтоб я проснулась. Упала посреди поющих речек, Качающих распедно головами И кровными рассотом словами. Настала осень На земле и вышнень. Адам трепещет, Осыпая листья. Сожжем же листья И очнемся дымом. Все языки Господь наш понимает. Мы живы посредине винограда. Настала осень На земле и вышнень. И ночам весы Сидеют в небе. Еще один поэт, Которого, как мне кажется, Воспринимает не очень адекватно. Может быть, я ошибаюсь. Это Даниил Хамс. Визитная карточка Даниила Хамса Это пьеса Елизавета Банна. Ну, в большинстве людей. Хороша или плохая эта пьеса, Я не могу сказать, Потому что я плохо воспринимаю Ну, такой, чисто, Но я достаточно давно увидел, Что этот поэт был одним из самых Лучших лириков двадцатого века. Вода в реке журчит прохладно, И тень от гор ложится в поле, И гаснет в небе свет, И птицы уже летают сновидения. А дворник с черными усами Стоит всю ночь под воротами И чешет грязными руками А грязной шапкой свой затылок. И в окна слышен крик веселый, Топот ног и звон бутылок. Проходит день, потом неделя, Потом года проходят мило, И люди стройными рядами В своих могилах исчезают. А дворник с черными усами Стоит в деда под воротами И чешет грязными руками Как грязной шапкой свой затылок. А в окна слышен крик веселый, Топот ног и звон бутылок. Луна и солнце повреднели, Созвездия формы изменили, Движение сделалось тягучим, А время стало как песок. А дворник с черными усами Стоит опять под воротами И чешет грязными руками Под грязной шапкой свой затылок. А в окна слышен крик веселый, Топот ног и звон бутылок. Мне одним из самых удивительных вещей Казалось мне всегда течением времени. И мне всегда было интересно, Написали что-нибудь, Кто-нибудь, что-нибудь внятное на эту тему. Дестный человек, который написал На эту тему что-то внятное, Был бы поэд Даниил Хармс. Это отрывок из поэмы «Месть» по Фаусту. Фауст. Что слышу я? Как будто бы фитиль трещит, Как будто мышь скребет, Как будто таракан глотает гвоздь, Как будто мой сосед Жилет судьбой одинокий, Рукой полночь лишает спичку, И ногтем, сволочь, задевает Стаканы полные воды, Потом вздыхает и зимает, И гладит кончем бороды. Или это облаками окруженная сова, Сном сладким пораженная, Трясти крылами начала? Или это в комнате пчела? Или это конь за дверью ржет? Коня в затылок ободь жжет, Или это явка в танне чистом, Дышу от старости со свистом. Поэтому, как известно, свойственно радостное, Жизнеутверждающее мироощущение. И я прочту сейчас одно особенно радостное И жизнеутверждающее стихотворение Владислава Ходосевича. Снег навалил, Все затихает, глухнет, Пустынный тянется вдоль переулка дома. Вот человек идет, Пожмите его ножом, К забору прислонится и неохнет. А он опустится, И ляжет вниз лицо, И ветерка дыхания снеговое, И вечер чуть уловимый дым, Предвестники прекрасного покоя, Свободно так закружатся над ним, А люди черными сбегутся муравьями Из улиц, со дворов, И станут между нами, И будут спрашивать, За что и как убил, И не поймет никто, Как я его любил. На этой оптимистической моменте. Спасибо.